МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Национальное телевидение Чубаши представляет программу Акилбупсер. У названия нашей программы есть тайна. Его можно и нужно читать задом, наперед. Итак, мы готовы рассказать о детских новостях республики. Сегодня в выпуске... Открываем новую детскую площадку. Подводим итоги конкурса дверей. Мастерим скворечники. Знакомимся с самой отважной девочкой. Предлагаю подвести итоги апреля. Хороший заканчивается месяц. Да, в апреле мы успели и друзей разыграть в День смеха, и первоцветами полюбоваться. А еще взложить цветы к памятникам Юрия Гагарина и Андриана Николаева. Точно! День космонавтики тоже в апреле. И в некоторых школах его отмечают очень торжественно. Я учусь в особенной школе. Она носит имя чувашского космонавта Андриана Григорьевича Николаева. Каждый год в апреле в нашей школе проводятся конкурсы, посвященные Дню космонавтики. Ребята делают поделки и украшают двери своих кабинетов. Гости школы часто даже путают их с большими картинами. Слава Владимировна, как возникла идея такого необычного конкурса? Когда-то мы были в гостях у 66-й школы города Нижнего Новгорода. Эта школа носит имя летчика-космонавта Андриана Григорьевича Николаева. Мы с ними подружились, они пригласили нас к себе в гости. И мы вот у них были на празднике, посвященном Дню космонавтики. Нам понравились некоторые моменты в оформлении школы. Когда мы сюда-обратно приехали, мы решили, а что бы мы сами могли такого интересного придумать, что бы и в нашей школе, вот так же запоминающе, проходил праздник День космонавтики. И мы сели с учителями, подумали и пришли к воеводу. А давайте попробуем оформить двери. Конкурсы дверей всегда готовятся заранее. Шестиклассница Дашка Михайлова сделает его космонавта еще летом. Каждый раз, когда нас просят оформить дверь, мы любим с классом вставить около нашей двери какую-нибудь фигуру. Этот космонавт готовится к полету в космос. Он стоит на деревянном каркасе, который мне помогал делать мой дядя. А с мамой мы шили эту одежду. А самое трудное было делать это лицо, особенно нос. А это работа учеников четвертого класса. Украшать двери им тоже помогли родители. Почему вы решили изобразить именно спутник 5? Нам на конкурс дают определенные темы. Нам досталась тема. Первый пароходцы космоса – это белка и стрелка. Летали на корабле «Спутник 5». И это первый полет, который прошел успешно. Мы люди творческие. Сначала мы долго выбирали материал, взяли коробку из пенопласта, превратили ее в иллюминатор. Потом взяли ракету и сделали ее из газеты. А планету Земля мы сделали из половинки глобуса. А вы не боитесь, что ваши двери нечаянно повредят? Нет, мы четвертый год уже участвуем в этом конкурсе и ничего такого не было. В школе дети у нас воспитанные. Но мы же тоже смотрим двери у других классов. Но мы же их не ломаем. Такие двери, наоборот, хочется рассматривать и изучать. На многих размещена полезная информация о вселенной и полетах в космос. Кстати, дверь, у которой чаще других останавливаются дети и взрослые, обычно и становится лучшей. В этом году победили ученики четвертого класса. Поздравляем! Андрей Федоров, Сергей Рябчиков, Акилбупсер. В апреле состоялось еще одно важное мероприятие. В Москве вручали награды самым отважным мальчикам и девочкам, которые совершили героические поступки. Пригласили на церемонию награждения «Горячее сердце» и десятилетнюю Олю Ярисову из села Октябрьское. Эта смелая девочка вывела из горящего дома своих сестер. Давайте знакомиться! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Она постоянно улыбается, мечтает стать учителем танцев и обожает играть с сестренками. Примерно так же девочки веселились и в день пожара. Эльза сказала, хочу спать. Мы легли спать. Лена в другой кровать, отдельную спальную, а мы с Эльзой в один кровать, где пока родители спят. Родителей не было пока что дома. Я ложилась, чтобы Эльзу устут, и сама тоже вместе уснула. Проснулась я из-за того, что был дым. Я встала, неплохо было разговаривать. Ну, как в роту дым был. Я первая подумала, надо разбудить Эльзу с Леной, нельзя бросить так своих сестренок. В доме загорелась печка-обогреватель. Огонь был виден издалека. Представляете, как девочкам было страшно? Сестры убежали к соседям. Они вызвали пожарных и позвонили родителям. Ну, когда мы уезжали, мы всегда говорили, Оля, ты остаешься за старшего. И все ответственности, ну, на тебя уже. Чтобы, когда уходить будете, например, все у тебя спрашивали там. И чтоб ты знала, куда дети уходят или кто-нибудь. Вот это все наказывали ему, чтобы было все хорошо, чтобы дома. Она за все отвечала. Первое время девочки носили одежду подруг. Этих вещей сгорели вместе с домом. Строить новый семье помогает все село. А пока Ярисовы живут в квартире родственников. Недавно у них родился наследник. Девочки очень любят играть с братиком. А когда Федя засыпает, в соседней комнате открывается кабинет врача. Зубы надо чистить утром и вечером. Завтра пойдете к зубному врачу. Будете лечить зубы. До свидания. Следующий. Олей гордятся все, кто ее знает. Да и сама она. Пусть и не скромна, но считает себя настоящим героем. Потому что Сельза и Лену спасла. Если бы их не спасла, они бы больше не были. Полина Кудряшова, Андрей Шоклев, Акелл Бупсер. В апреле наконец-то растаял снег. А еще в Чувашию вернулись перелетные птицы, грачи, скворцы, ласточки. Для многих из них уже были готовы домики. Например, ученики 4-го Р-класса, 56-й школы, собрались все вместе и сделали скворечники. А помогал им большой любитель птиц, техник-лесовод Владимир Ефремов. Он больше 10 лет мастерит скворечники и сделал 500 разных домиков. Используя современные инструменты, степлер и шуруповерт. Собрать скворечник можно довольно быстро. Для меня апрель стал еще и творческим месяцем. Я решил учиться играть на гитаре. И как успехи? Пока гитара, мне кажется, очень большой и мозоли на пальцах появились. Ты, главное, не бросай. Скажу по секрету, девочкам очень нравятся мальчики, которые умеют играть на гитаре. Ну тогда точно не брошу. И вы, ребята, подумайте, может тоже стоит взять этот музыкальный инструмент в руки? Дима Тихонов играет на гитаре всего несколько месяцев. Как и все новички, привыкал к струнам постепенно. Занимался по 15 минут каждый день. На этот музыкальный инструмент у Димы большие планы. Собираемся играть с друзьями, так как много моих друзей уже умеют играть. Собираюсь брать гитару с собой в поход, чтобы не скучно было играть с друзьями, выступать, может, где-нибудь. Недавно в гости к Диме приехал друг из Италии. Бенджамин отлично поет. Он выступает в оперном театре Милана Ла Скала. Но и в Чебоксарах с друзьями петь артисту тоже нравится. Гитары, как известно, бывают разные. Давайте выяснять, на какое лучше начинать обучение. Тут все зависит от ваших целей. Какие цели вы преследуете? Либо играть какие-то классические произведения. Тогда вам, конечно, подойдет больше классическая гитара. Либо вы хотите играть в рок-коллективе, либо в каком-то другом музыкальном коллективе. Тогда лучше брать электрогитару и учиться играть на ней. Если вы хотите играть для окружающих, для своей семьи и друзей, тогда подойдет гитара типа вестерн с металлическими струнами, которая очень звонко будет дополнять ваш голос. В соседнем кабинете студии творческого воплощения звучит уже другой инструмент – фортепиано. Садиться за пианино можно с шести лет, когда у ребенка уже сформированы ручки, и он чувствует ритм. Я сама занимаюсь на фортепиано с шести лет. Мне очень нравится. Мне приносит это колоссальное удовольствие. А еще очень приятно, когда мои ученики занимают призовые места на различных конкурсах. Но для этого нужно много трудиться. только успевая следить за нотами и следовать указаниям учителя. Я выбрал этот инструмент, потому что в любом концерте он всегда является главным, а мне это очень нравится. Фортепиано действительно отлично звучит с многими инструментами. Пальцы – это одна из самых подвижных частей человеческого тела. Но сами по себе они двигаться не могут, потому что не имеют мышц. Пальцы двигают сухожилие, управляемое мышцами предплечья. Эти мышцы усиленно тренируются при игре на гитаре и фортепиано. Яна – Маша Кириллова, Сергей Рябчиков, Акилбупсер. Ну и наконец, в апреле в городе Чебоксары появилась новая яркая и очень большая детская площадка. Ее открыли в парке Лакрейский лес на веселом празднике «Цветик-семицветик». Спектакль, дискотека, опыты, плетение косичек. Развлечений было так много, что все и не перечислишь. Давай лучше сюжет посмотрим. Давай. Сегодня в Лакреевском лесу множество мальчишек и девчонок. Здесь работают множество площадок, в том числе и площадка национального телевидения «Чуваши». Здесь ребята могут передать приветы своим друзьям и сфотографироваться с любимым дядюшкой-боком. По соседству расположился веревочный городок. Осилил это непростое путешествие «Садись на аквагрим». И счастливые детские личики на глазах превратятся в бабочек, кошечек и даже пауков. Но главный сюрприз праздника расположился чуть подальше – в тени деревьев. Там появился новый детский городок. Бизнесмены нашего города собрались, задумались сделать что-то хорошее. Для города собрались деньгами, выбрали детскую площадку, выбрали место и поставили ее сегодня здесь. И подарили ее городу, подарили детишкам, чтобы они могли приходить, радоваться, получать настроение, играть, знакомиться друг с другом. Довольно необычные сооружения, а еще очень прочные. Ходить по мостикам и кататься с горок можно даже взрослым, которые, как известно, в душе всегда остаются детьми. Мне больше всего понравилось – лать по канату вверх и вниз. Эта горка скользкая, еще мне понравилось ходить по мостикам. Приходить играть на эту площадку можно в любое время дня и ночи, абсолютно бесплатно. Что за необычное дерево у вас тут выросло? На этом дереве дети и их родители оставляют пожелания ребятам, организовавшие этот праздник. Мне бы хотелось, чтобы они сделали побольше еще велосипедных дорожек. И я бы хотела им сказать большое спасибо. Мне остается только присоединиться к этим словам. Праздник сегодня просто замечательный! Марина Иванова, Александр Петров, Акелбупсер Это все, о чем мы вам успели рассказать. Выпуск провели Иван Миняйлов и Анастасия Багиева. А помогали нам корреспонденты детской телестудии «Куча мала». Смотрите программу Акелбупсер на национальном телевидении «Чуваший», а еще в интернете. Сообщайте о своих новостях. До новых встреч! До свидания! Смешность? Ваня, все потом. Да. Вот так смотри. В апреле наконец-то растаяли птицы. Ой. Растаяли птицы? Ты главное не бросай. Скажу по секрету. Девочкам очень нравятся мальчики, которые умеют играть на гитаре. Мациональный телевидение. Ну это че? Ну дальше. Ну тогда точно, не брошу. Иго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok